Хорошая новость для всех пешеходов. В центре города Басарабяска идёт капитальный ремонт тротуара. Взамен давно поплывшей старой плитки будет уложена новая. Мы это давно, наверное, ждём. Все знают, что очень сложно было ходить по тротуару. Наступали грязи аж в лоб. Но мы очень рады, что какие-то изменения всё-таки произошли в нашем городе. Очень хорошо. Движется что-то вперёд. Всё к лучшему как-то. Рады, что этот ремонт начался, потому что я живу в сторону совхоза. И когда не погода, естественно, что ходишь, хлюпаешь, тебя с ног до головы обдаёт этой водой, грязью. Поэтому, конечно, огромное спасибо примарии, примарю лично, что наконец-то вот этот участок будет в порядке. В данное время идёт подготовка основания под тротуарную плитку и установка бордюров. Работы выполняет подрядная организация из Кишинёва, которая была отобрана по результатам тендера. Вот бетон делаем, ставим бордюр пока. Потом начинаем сыпать песок и начинаем плитку. Как идёт работа? Ну, хорошо пока. Погода хорошая. Новый тротуар будет проложен по улице Карла Маркса, на участке между мебельным магазином и центральной аптекой. Это порядка 200 квадратных метров. Данный тротуар будет делаться из средств дорожного фонда, который был направлен на наш город 1,280,000. Мы сюда определили сумму 370,000. И надеюсь, что в течение двух недель уже будет закончена данная работа. Горожане, радуясь ремонту тротуара по центральной улице, тем не менее надеются, что и другие проблемные участки в городе будут отремонтированы. Я живу в микрорайоне Сафози. И этот кусок дороги тоже, наверное, это работа Примарии. Но мы поговорили, мы обращались к Примариону, обещал, что будет хоть белый вариант. Дорога к школе. У нас огромная проблема. Не то, что не могут проехать, но мы не можем пройти. Особенно, конечно, малыши, да и взрослые. Либо тебе грязью обдадут, либо, ну, прежде всего, мы заботимся о безопасности деток. Городской совет решил направить средства Дорожного фонда на ремонт этих и других наиболее разбитых дорог местного значения, а также на грязирование улиц, которое уже началось. Мы хотим залатать некоторые участки тяжелые, особенно тот участок, который есть нарекания от жителей нашего города – это на кладбище. Вы знаете, в каком состоянии у нас дорога на кладбище. Ну и, конечно, дорогу в совхозе. И есть участки очень тяжелые на Фламынде, а также водоотведение по улице Комсомольской. Строители и коммунальщики уверяют, что запланированный объем работ удастся выполнить до конца этого года.